В телевидении все учатся в живописи. Рембрандт, натиральный с интернетом, ну, вроде качество подходит. Рембрандт, сейчас в сторону. Есть три схемы светового рисунка. Светотеневой, европейский, светотональный, это Азия и Восток. И эффектный, то есть это рефлексы от воды, рефлексы от огня, рефлексы от телевизора. Вот это, так как мы профессионалы, мы должны это все уметь создавать. Ну, можно, конечно, ждать идеальных условий по свету, времени года, уровню солнца, погоде. Но когда к нам приходит заказчик, он хочет вот в какое-то конкретное время получить какую-то конкретную работу. Четко и внятно. Рембрандт, представитель европейской живописи, светотеневой рисунок, работа со светом. Он придумал, наверное, ну, на 400, на 500 лет вперед постановку света. Спереди освещается лицо и сзади задний план. Это другое. Так. То есть, оно не так подготовлено, конечно, как к Ларвей. Это просто натягал. Можно чуть пригасить свет на потолке? Спасибо. Есть история, что некоторые европейские художники находили себе в мастерске и делали в потолках стены. В потолках дырки пробивали, чтобы правильно падал свет под нужным лучом. Они искали мастерские по городу и в определенных потолках, под определенным углом себе рисовали этот свет таким путем. То есть, то, что сейчас, наверное, называется тубус-насадка. Ну вот о том, что я говорил. Освещение сзади и свет на лице. Светотеневой рисунок. Потому что все-таки человеческое лицо — это не ведро. На нем есть тени и объем. Вот одни из первых работ со светом. Это свеча, которая создает и рисунок на портрете со всеми тенями, и моделирующий на этих книжках, создающий объем. И есть акцент «Самое яркое пятно» возле свечи, свеча возле лица. То, о чем многие забывают. Я постоянно просто смотрю фотографии других фотографов, кто чего снимает. Мне объективно интересно. Ну, мне, по-честному, очень нравится Рембрандт. Наверное, поэтому я с него и начал. Ну да. Хватит Рембрандта. Пошли дальше. Веласкес. Можете называть его... Ну, тоже классик, но практически как современник. Это придворный художник, который рисовал семью и придворных. То есть искусство должно продаваться. То есть у него уже такие жанровые сценки. То есть чего-то где-то происходит. Люди в жизни, люди в работе. Но при этом он везде выделяет яркие моменты, на что стоит обратить внимание. То есть вот здесь по калористике и тональности вот этот парень светлый. Как бы класс не бродил по пространству картины, он всё равно смотрит на самое яркое. И посмотрел, и вернулся. Посмотрел, и вернулся. То есть я не буду рассказывать там про восприятие картины и плоскости. Это захотите, сами почитаете. То есть та же самая история. Освещение на лице и освещение на фоне для создания пространства и объёма. Понятно, да? Были такие ещё импрессионисты. Это те художники, кто первый вышел из мастерских и станковой живописи на натуру и в интерьер. То есть они начали работать вживую с настоящим солнцем. Давай, не плачу. То есть то же самое. Есть пространство. Передний план, средний план, дальний план. Люди, то есть показывается среда. Где это? То же самое. Купальщица сзади и спереди. Пикник на природе. Да, это ничего. То же самое. Нет, я должен это рассказать. На самом деле, многие путаются, откуда чего берётся. Почему так и не иначе. Можно гоняться и убегать от золотого сечения и композиции, нарушать свет. Но по факту потом всё равно поймёте, что это не туда. И у каждого своё золотое сечение. Есть какое-то там правило трёх четвертей, одно и третье. Я, как человек, получивший академическое образование, в какой-то степени его даже ненавижу. Потому что, ну, некоторое время ушло на перебороть эту академическую школу в голове. То есть операторы в институте выращивают это машины для производства хороших, качественных картинок. Фотографы — несколько другое. Тут надо эмоция, состояние, свет. То есть, чтобы всё сложилось в одном кадре. Я никого не ругаю. То есть, спасибо институтским мастерам. Много чего дали. Это Дега. Родной мне художник, потому что я в прошлом году уронил его скульптуру на скульптурном салоне за 8,5 долларов. 8,5 миллионов долларов. Дега прославился, наверное, на всю жизнь. Что, вчера вычего? Нет. Не разбилось, нет? Нет, не разбилось. Чугунная копия гипсовых скульптур. Дега, мне кажется, это вот первый фэшн тех времён, откуда здесь показывается одежда какие-то. Ну, у него очень много балерин. Ну, это я считаю, что это вот фэшн оттуда пошёл. Кто-то может считать по-другому и другое мнение. Ну, фэшн дословно переводится мода, то есть это картинки про моду, кто в чём ходит, чё круто, чё в этом сезоне, что есть тренд, как нужно одеваться. Гламур и, ну, есть ещё такое понятие, как глянцевые фотографии, гламурные фотографии, но из-за покрытия журналов. Глянцевый журнал с глянцевым покрытием, поэтому оно стало так называться. Это скорее, ну, на сегодняшний день это показ какой-то роскошной жизни, недоступной большинству, там, красивой с точки зрения. Я много снимал фэшн для наших журналов, но небезызвестный 2009, по-моему, или 2010 год их плотно начал закрывать. И мой любимый сетевой журнал «Макс», который в России ещё до сих пор выпускается, у нас закрылся, канул в лету. И основная масса красивых фэшн-съёмок, когда разрешали делать со светом и с моделью то, чего хочется, и слушали фотографа, что хорошо бы было снять вот так, хорошо бы было снять вот там. Это «Макс». Увы, уже больше его нет. То есть давали полную свободу для творчества, если это так можно назвать. Это вот про вещи, фэшн. Так. Теперь хочу показать... Дальше. В прошлом году снимал такую рекламу для колгот Интуиция. Да, вы еще это не то открывалось. Что это за фэйня? Сейчас. Да, там мочи. Не фэйня, это не та программа. Сейчас. Да, в интуициях такое тоже бывает. Ну, большинство фэшн-съёмок и журнальных у нас примерно происходит... О, есть прикольное место. Пошли там поснимаем. Ну, где-то так. Отдевается. Вот такие фэшн-съёмки под рекламу. Имиджевые картинки. Уже, слава богу, можно посмотреть модель. Может, можно увидеть приблизительное желание клиентов. Здесь была одна модель и красивый интерьер. Это такая скромная квартира в центре города. То есть здесь декорации не строились, ничего такого не было. Ещё я работаю с импульсным светом и с постоянным светом. У меня есть свет Ари, маленькие дедолайты, которые постоянно докупаю, всякие насадки и приборчики. И в прошлом году я продал весь свет Хенсель, который здесь, на этом видео, и начал покупать свет Профото. Фишка в насадках. Я не знаю, как они этого физически добились, но то, что Хенселям нужно было мучить и додумывать, и доделывать, здесь практически выходит совсем легко и быстро. Так, к слову, у меня большая часть фотографии, это... Я в прошлом году пошёл на курсы фотошопа, к слову. То есть фотошоп у меня появился с прошлого года. То есть для меня все компьютерные программы обработки, это скорее доработка уже хорошего, правильно снятого материала. Они, ну, не сама цель. Я снимаю периодически лукбуки для наших дизайнеров, но показывать их не буду, потому что белое на белом. Там нужно показать просто коллекцию, они это куда-то вырезают, вешивают, это не так интересно. Вот это была реклама для Профинбанка, 20 сюжетов, вымученных с юристами, потому что юристы крутили руки 4 месяца, 4 дня подготовки, 2 дня съёмки. Это переезды по локациям, это подбор вот этих вещей, это работа со стилистом, с гримером, с моделями. Ко всем вам, я думаю, обращаются какие-то, снят какие-то варианты рекламы. Личные фотографии для фотобанков. Ну, да, но для фотобанков у них это выходило по бюджету раза в 4 дороже, чем снять. Да, если просто закупить. А одна картинка такая в фотобанке от 1,5 до 2,5 тысяч долларов, а им эта съёмка обошлась всего в 11. Расскажи, пожалуйста, про проблему с юристами. Они договор на фотосъёмку прописывают так весело, типа я у них беру ипотеку. То есть шаг влево, шаг вправо, я им почему-то должен от общей суммы в день 5%. Если я задерживаю, не сдаю работу до 25-го числа, ну, там дошло до того, что я сказала, говорю, если мы в ближайшую неделю не снимем, юристы не закончат, говорю, я отказываюсь от вашей съёмки, я говорю, ищите другого фотографа, мне надоело. Съёмка состоялась. Они пытались обойтись без моделей, но по факту у них это не вышло, потому что все сотрудники банков прислали свои фотографии и в электронном виде, ну, кто откуда. Кто с моря, кто с Египта, кто с Крыма, кто с пикниках, кто на фоне ковра всеми любимого. Вот пришлось, пошёл в фотоателье, этот мини-лаб распечатал порядка 1300 фоток, 10 на 15, и мучил их целый день, то есть я их доконал, что всё-таки они там после 6-го часа или 5-го сказали, ну, ладно, выбирай сам, тебе виднее. То есть они полдня в отборе участвовали людей для съёмки. Тут брались из актёрских агентств несколько человек, потому что они говорили, у нас есть бабушки, у нас есть дедушки, и дети у нас есть, всё у нас круто, а по факту не всё у них так круто. Потому что бабушки в большинстве, ну, в них хотят позиционироваться, как европейский банк. Но у нас бабушки в большинстве в хосточках ходят. Вот тут была бабушка и дедушка, ну, такие нормальные ухоженные люди, европейского типа, европейского лица. Ну, они просто. Можно одеть корову в больную пачку, но это будет корова в больной пачке. Лучше взять изначально хороший материал, с чем работать. Еще раз в арте. Стоимость только была. Дорого. Торговался банк до последнего. На каждых 50 долларов. Юристы, да? Юристы, да. Да. Вот это для парикмахера Дуденко. Салон в сети Дуденко. У них есть периодически какие-то там варианты причесок. Чем отличается вариант съемок причесок от съемки одежды фэшн? Все-таки идет акцент про прически. Светятся больше, акцентируются на волосы, на стиль. Шмотка может быть уже какая угодно, по большому счету. То есть, это не супер мультибрендовый магазин. Это уже что-то. Ну, что получится? Что принесут? И стилисты к этому тоже как-то так проще относятся. Потому что основная задача – это прическа. А, еще по свету я еще иногда использую, когда у меня нет бюджета и какая-то несложная съемка, я беру на камерные вспышки. Я купил в этом году пикселькинги, радиосинхронизаторы. Чудеса просто. То, что раньше выполнял килограмм 15 тысяч ассистент за мной еще, помещается в кофр с камерой. Была съемка для банка на тему «Как уговорить заказчика?» Звонит пиар-менеджер военства и истерично кричит, что вы вцепили за этого Пасонского, что за бюджет, что за херня, фотография сейчас ничего не стоят, фотобанки, они по 20 центов эти фотографии. Звонит агентство, говорит, что делать? Говорю, так пусть они свое управление банка ищут фотобанки, надергают по 20 центов, долларов на 6 им как раз хватит. Съемка состоялась через 3 дня. Ну, нельзя, заказчик далеко не всегда знает, чего он хочет. Ему нужно или объяснить, или показать. Бывают ситуации, когда он как бы чего-то хочет, но снова же не понимает. Или нужно его убедить? Ну, убедить, как его можно убедить? Он всегда может там... Ну, я как-то так отвлекусь. Я как-то пошел снимать вечеринку, вечеринку корпоратив для одной компании. У меня напротив из окон видно концерт «Холл Фрида». Я пошел туда снимать, я снимал, снимал, мне надоело, я устал. Я пошел кофе пить. Пошел на барную стойку, заказал кофе с молоком, Фолфридами 60 гривен. Если его пью, так не спеша, приходит фотограф, что-то мы там про технику, та-та-та. Вот. Я не помню, он спросил или я. Что-то как-то я лучше бы не спрашивал. За сколько ты снимаешь вот это мероприятие? Он такой, за 40 гривен. Я только что кофе за 60 купил, а он тут снимает за 40. Это же надо, насколько не любить свою работу и свою профессию, чтобы снимать за 3 копейки целый вечер. Это даже вот не прищепка за 14. У него такси будет 35. Ну, так, к слову. Вот этот портрет, пиар-менеджеры банка повеселились, сказали, ой, ну у вас такая бусинка, лапочка, надо на него смотреть, вдохновляться перед тем, как ему идти документы подписывать. Или что, страшный? Он такой грозный. Ну, как по мне, добряк. Лапочка, да. Лапочка, бусинка, да? Бусичка. Ну, это там зам-зама, 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 такой. Зам-зама. Я не знаю ее хирархии. Вот это вот фотки, которые я ему отдал. Свет постоянный, да? Спереди постоянный, да. Причем, Арика вот этих не было. Был Юпитер 650 НФ. Если знаете, такое это завод Кенап. Чудо вообще. Капец. Ну, светит красиво. В чем разница между постоянным светом и импульсным? Колоссальная. Природа света другая. Его видно всегда. Он не меняется. Не надо пересчитывать, где какая насадка. То есть ты как видишь, как свет упал, так он и будет на картинке. Плюс цветовая температура ближе к скинтону, ну, к коже. То есть меньше потом в дальнейшем постобработки. То есть не надо там отколупывать всякие гадости. Там, ну, какие-то там прыщички позатирал. Отлично. Все готово. Там, ну, чуть-чуть пластики там где-то. У кого-то что-то отвесло или чуть-чуть нос кривой, чуть поправил. Все отлично. Можно вопрос? Да. Покрыть, пожалуйста, последний. Здравствуйте. Да, да, пусть будет тогда. Я хотел спросить, какую схему свету вы здесь используете? Как стоит свет и сколько источников? Спереди, вверх. В этом портрете два. Плюс чудо-рефлектор. А не покупайте эту круглую гадость, которую называют отражателями для фотографов. Сука. Блядь, неуправляемая пиздец. Пена. Эпицентр. 20 гривен. Решение всех проблем. Да, неудобно таскать. Но если вот в студии или на выезде есть время, вот лучше ее использовать. Любой рефлекс. Будь то зеленая бумага, будь то оранжевая бумага. Синяя, белая, это... Ну, вы когда ходите по улице и смотрите друг на друга, вы же не видите только одно солнце. Кто-то подошел к стенке, рефлекс от стенки. Кто-то подошел к окну, лучик солнца, рефлекс от закатного солнца к окну, уже появился там какой-то контровой от блестящих поверхностей стекла. То есть, ну, свет, он неоднородный. Пять, да? Источник? Нет, два. Ты сложно ответил. Тоже два. Здесь один постоянный источник света, а все остальное импульс. Постоянный свет светит лицо, импульс светит фон. Потому что был бриф, прислали чудесные картинки. Я не знаю, кто кому там предложил, или агентство банку, или банк такой захотел. Было удивление увидеть... Ну, приятно удивился, что есть такой заказчик, который хочет такие картинки. Я не очень люблю сутбоксы, да, я ими пользуюсь. Но мне больше просто нравятся жесткие тени. Я их смягчаю фолиэмидж фильтрами, какими-то еще рассеивателями. Вон они. То есть, это альтернатива с аутбоксом, которыми можно управлять. Сейчас покажу, как действует. Здесь... А, здесь еще был на последнем портрите снизу еще приборчик. Дедолайт, который подсвечивал тени на руках и на подбородке через отражатель. Вот пена внизу выставленная. В нее светит дедолайт. Отражается и смягчаются вот эти тени. Ну, программы через фотошоп. Я здесь всякие вот прыщички выбирал. Все. То есть, это вот тоже. Вот у этой барышни, в частности, чуть-чуть руки поподтягивал, но как-то они там некрасиво висели. Мне не понравилось. Вот один из чудесных приколов. Я периодически, когда есть час и натхнение, сейчас, секунду, я снимаю такой селф-промоушен новогодние картинки в своей студии. Зачастую с собой. В этом году никак не могу мобильный идти для этого проекта. Хочу африканку, не могу найти. В Африке есть. Ну, то есть, по финалу, это была новогодняя открытка, которая высылалась клиентам любимым и дорогим. И выкладывалась, поздравлялась всех друзей в Фейсбуке, в Одноклассниках, ВКонтакте. Это тубусы самодельные из черного фона. Вот из такого. Тубусов на Профото был один, а мне нужно было пять. Просто не поехал на Профото покупать тубусы, придумали на ходу. Елочка по-настоящему крутилась. Вот это то, что рассказывал Руслан. История постоянного светоимпульсного соединения. Сзади лампочка Герланды из другого проекта, сейчас я его покажу. Здесь упирались провода от лампочек на фоне, они позатирались. Дым настоящий, это дым-машина. Елку крутил ассистент. Елка была воткнута на барный стол, который крутится. Лежал ассистент, крутил. Ещё ассистент в этот момент нажимал, потому что нажимать одновременно автоспуск и отыгрывать какую-то эмоцию на лице, пробегает там 10 метров до места съёмки. Ну просто нереально. Можно вопрос? Да. Одна фото. Парень слева, у него вроде как лицо пересвеченное. Это для чего-то было специально сделано? Или это на экране так? Нет, это мой брак. Уменьшить мощность не вышло. На приборе отодвигаешь пятно шире. Но я не мог ничего сделать в момент съёмки с этим. Пришлось так оставить. Какая высота потолкового в вашей студии? В этой студии 8. Там зимой холодно. Домашек? У меня их две. Одна маленькая, 3 метра потолок. И одна большая. Одна греться, другая. Ну греться, там детишки, там голые девочки. Ну как-то в 8 метрах, ну нету камерного ощущения, вот камерности. 8 метров потолок. Ну какие девочки в такой студии? А может это, нахуй тут, одна фото. Нет, это один целый кадр. Какие гирлянды здесь? Гирлянды, которые крутятся на ёлке, они по-настоящему светились. Гирлянды, которые сзади, они тоже светились. Провода затёрты. Вот диммер, который здесь управлял прибором. Ой! Ну, это 40-ваттные лампочки вот сзади. Они на самом деле довольно ярко светят, потому что их там... 24, по-моему, или... То есть 24 лампочки по 40-ватт считайте. Дофига. Вот диммер. Вот этим диммером сейчас... Вот этим диммером была уменьшена мощность интенсивности этих лампочек, чтобы они светили тускнее. При этом цветовая температура основа... Ну, 3200 на расстоянии, там, 15 метров от модели. Как-то, ну, так, эффект. Ну, зачем что-то менять? В чём прикол фотографа? Можно открытки печатать на фотобумаге, это нормально воспримут. Не надо заказывать полиграфию. Пошёл в мини-лаб, напечатал, вложили в конверт и отправили. Ну, где-то так. На обратной стороне кониками на льдах. Или код. Чего? На обратной стороне пить этой фотографии. Там жена, то есть кто-то в бумаге. А, ну, честно, как-то всё равно. А на колорай, по-моему, тоже не пишется. И на «Эпсон» не пишется. Ужасно отвратительно, когда односторонняя бумага, у меня есть возле компа «Принтер», иногда просто не печатывание на той стороне раздражает бешено. Лучше бы там печатали. Чей производитель? А, да, по банку, извините. Я сказал 11 тысяч – это не только мой гонорар. Это стилисты, актёры, арендолокации, водители, ассистенты. То есть это вся команда, которая в этом участвует. Работает в банке. Да. Я забыл сказать. Я бы рад, чтобы у меня такие гонорары были. Это съёмка для «Шварцкопфа». Они так ублажают своих клиентов, которые у них периодически заказывают большие партии косметики. «Шварцкопф и Хенкельс». Знаете такую фирму? Вот снова же на тему «Помотать камерой». Видно там эти лучики полос? Вот тоже длинная выдержка. Основная картинка за счёт импульса. И шевелим камерой. С людьми это намного веселее, чем с натюрмортами. Потому что они меняют позы, они устают. А тебе нужно выйти на этот процесс, чтобы добиться какой-то идеальной картинки. И ты там вот мотаешь камерой, и она там такая стоит. И ты уже всё, потухла. Так, делаем паузу. Так, всё. Ожила, ожила. Всё, хорошо. Снова. Так, всё, пошли дальше. Где-то вот так. Им нужно было по 2-3 портрета каждого тренда. То есть это тренды весна-лето или осень-зима текущего времени. Секунду. Где-нибудь подбородка сделала колье. А как выше высветилось? Ну, тут колье, да? Вы потом кости или с шея, да? А, вижу. Всё, дошло. Второй источник снизу. Это когда верхний источник ярче, нижний меньше. Ну, где-то на 2 ступени. Вообще, в принципе, светотональный рисунок, как добиться? Разница между фоном и рисунком на лице – это полдиафрагмы. Разница между тенью и светом – полторы-две диафрагмы. Ну, не обязательно флешметр покупать. Срочно бежать. Можно фотиком это померить и для себя там определить. Я когда-то сделал глупость, я продал флешметр, решил, что он мне не нужен. Прошло месяцев 10, я уже без него скучал. А, чем ещё флешметры отличаются от нормальных и от ненормальных? Минолты, кенка сегодняшние, геосаны, они во всех цветовых спектрах, с фильтрами или без фильтров, они выдают одинаковую диафрагму, одинаковую яркость. Их не сносят. Сиконики сносят или в зелёный, или в синий, или в пурпурный. В зависимости от, либо от серии, либо от маркировки, не знаю. Ну, то есть, если это важно, то вот так. Сзади маски ГОБО, то есть, картонка, ну, чуть больше, чем здесь. Я вот, пока Руслан рассказывал, я вырезал. Здесь на ходу, из крышки, не помню, в чём она появилась, в студии, из-за картонка. Была какая-то коробка. Вот, две стороны этой коробки использовал. Вот там вторая лежит, которую Руслан показывал. Лучше всего, если вспышками светить на задник через тубусы или через ковши со шторками, для того, чтобы ограничивать пятна. Потому что начинает идти на модель, ну, некрасивый паразитный свет, который, блин, неуправляемый. Здесь то же самое маска ГОБО на фон, но с фильтром. Фотошоп здесь был везде, волосы чистил. Парикмахеры там чего-то наворотили, оно там торчит некрасиво. Пришлось вырезать, да, вот. По светотеневому ничего не трогал. То есть, покажу чуть крупнее. Вот для меня очень важно, когда глаза живые. Видно? Видно. Когда в глазах нету ни блика, ни рефлекса, оно такое, какое-то такое. Как-то вот. Но тут суббоксик маленький, да? Да, вот он лежит. То есть, я показываю, рассказываю. Специально привез некоторые штуки, чем я именно пользуюсь. Вот. Еще тут тарелка, но просто коробка не влезла в машину. Тарелка Профото, да. До этого была китайская тарелка на Хенселе. Сильвер, серебряная. У Профото взял Сильвер. Ну, блин, на натуре классно, в студии плохо. Сильно какой-то жесткий свет такой вот. Был в восторге. Первое, что сделал из насадок, купил Сильвер Профото и был в ужасе. Ну, такой сначала такой, блин, зима. Ну, так, к слову, но Профото перешел в прошлом году, в октябре, по-моему. Снимал арт-проект для себя за свои деньги, дабы немножко самоидентифицироваться, сделать себе визитную карточку. Потому что все очень часто и много говорят, я учился у того, я учился у того. Берут два софтбокса, зализывают все светом одинаково, человеческое лицо и становится похоже на ведро. Ну, я не знаю, просто есть девочка, у нее студия на Виноградере. Она вот вписала всех фотографов, у которых была на мастер-классах. Ни одного авторского подхода этого фотографа ни в одной фотке не увидел, пересмотрел весь сайт. То есть, Мордерер, Перетрутов, Илья Рошаб, Романов и Розуновский. Слышали хоть кого-то? Розуновский, конечно. Ну, отлично. Так вот, у нее этого нету. Вообще. Ну, мне не понравилось, на самом деле. Я просто через силу досмотрел до конца. У меня глаза очень восприимчивы к плохим картинкам. Я там не сильно не ругаю, я просто там стараюсь досмотреть или не досматривать, чтобы себе не портить впечатление. Слава Богу, я с этой девочкой не знаком. Тоже маска Габо. Треугольник, который с фильтром цветным синим и саркозумием. Сейчас покажу, что происходит. Вот так вот. Я работаю с фильтрацией постоянно. Ну, практически везде. Вот это аркозоль. Они есть 0,25, 0,5 и 1. Смягчает световое пятно, рассеивает. Фильтр. Теперь внимание. Вот этот вот кусочек стоит 5 баксов. Решает столько проблем. Баланса белого между 5600 и 3200. Нацепили на вспышку. И вы в пространстве с желтым светом одного цвета. Можно отрезать себе по кусочку нано-камерную вспышку. И снимать в температуре помещение. Есть еще такой фильтр LNDS. Это из желтого делает белый. Он ему не совсем делает 5600, но он выбеляет. Нейтрально-серый фильтр. Слышно? Нейтрально-серый фильтр. Это уже когда совсем ярко. Можно окна залепить. Можно свет прикрыть. Когда диммера не хватает уменьшить, можно вот такую штуку нацепить. Сколько крат? Что? Сколько крат там света? Они есть. Там две ступени 4 и по-моему 8. 2,4,6 или 2,4,8. Но они в один шаг увеличиваются. Можно покупать, они продаются рулонами и нарезками. Нарезками реже продаются. Я их купил. У меня был чудо-заказ. У нас в Херсоне производятся яхты. Пять мировых брендов, которые делают деревянные яхты. Полностью из дерева. И снаружи, и внутри. Мне когда сказали, вы знаете, у нас яхта деревянная. Я такой, да-да-да, а что я яхту не видел? Мы приехали и такие набрали техники, там всего, такие встали. И я такой стою, а ее выкатили из этого, из гаража ее. А у нее снаружи она вся глянцевая. Это как пианино или рояль, видели, да? Она вся глянцевая. Я стою и в нее себя вижу. И такой, охуеть, как я это снимать буду? Выкрутились. То есть в ней было видно практически все. Причем ее нужно было потом дизайнеру посадить на воду. Многие говорят, что на сайте лежит, захотите, посмотрите. Некоторые говорят, что плохо пересадили. Кто-то говорит, хорошо. Работа была очень зажата по времени, потому что нужно было быстро отдать заказчику. Там практически через 6 дней нужно было съездить в Херсон и снять ее, и вклеить. Мне людей нравится больше снимать. Ко мне, конечно, обращаются, потому что учащиеся в институте, сказали, будете вы оператором или фотографом, независимо, на какой носитель вы будете снимать, на пленку, на цифру, или как-то это будет еще по-третьему называться, вы должны выставить хорошо свет, должны это хорошо снять и должны уметь снять все. Я периодически учусь чего-то, пытаюсь понять, чего не знаю. Да, я был, увы, я был только на двух мастер-классах. На одном я попал, потому что у меня забрали всю технику, приезжал Илья Рошап, это, по-моему, питерский фотограф. Мне проводила одна знакомая мне студия и сказала, ой, он тут по райдеру, для того, чтобы показать, такого написал, у нас такого нет, у тебя есть, дай. Как хочешь, мы с тобой рассчитаемся, хочешь на мастер-класс, хочешь денег дадим. Я такой, а кто это? Они говорят, ты что, это ж круто. Я говорю, а, ну круто, а можно посмотреть? Ну, попал, так попал, посмотрел. Ну, человек вписывает в интерьер модель, то есть он не снимает человека, он снимает пейзаж и интерьер. И там попадаются люди, это у него называется портрет. Ну, так, ну, есть зрители, там, есть поклонники. Ага, понял. Сейчас, и покажу, если это, можно попросить это на видео, не записывать, потому что, ну, арт-проект нигде не выложен, показываю презентацию. Просьба.